Война Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Предание о схождении во ад. Господь обращается к людям, для которых весь мир поделен. Небо, земля, море, преисподнее, подземное царство, там души мертвых. Он не спорит. Он говорит им другое. Он говорит им, что все эти деления – ничто в сравнении с верой. Нас в нашей юности учил академик Апарин, что жизнь самозародилась. Сейчас, вроде бы, чуть-чуть по-другому. Потом был большой взрыв, потом струны, потом сингулярность. Будет еще что-нибудь. В конце концов, наши представления о мире не так важны, как и наши представления о себе и о другом человеке. А другой человек – это вера, это идея, это идеализм. Как только мы произнесли слово «человек», это уже мы сказали, что есть разница между приматами. Вот этот примат – обезьяна, а этот примат – человек. И сказав «а», мы должны произносить. ИНТ, ПР, антропология. А мы говорим «я человек», а затем сразу про другого. А это нелюдь. Идеализм, человечность, а не в том, что мы в другом человеке. Тоже видим человека. Это гуманизм. Нет. Точнее, гуманизм – это просто эхо христианства. Не может быть гуманизма и человечности, если нет Бога. Потому что человек – это не обгрыженная обезьяна, а это образ Божий. Божий зайчик, отблеск Божий. И когда мы ощущаем себя, мы ощущаем именно этот образ. И то, что я для себя такой полноценный, такой законченный, но это вот прямо как Бог я себя чувствую, да? И осталось самой малость сказать себе «не я Бог, а Бог – это Бог, а я человек». Это мало, это очень много. Если я помню, что другой человек – тоже человек, а если я себя сужу как образ Божий, а другого сужу как таракана, гадюку, шакала, то я опускаюсь ниже шакала и ниже волка, потому что я пытаюсь приватизировать свою божественность. Я непоследователен. Я думаю, что я человек, по мне идеализм, а другой – сборящий рефлексов, а другой – просто тварь ползучая, а я право имею. Так вот, никакого права у нас нет, зато есть возможность. Вера в Христа – Бог не просто заоблачный и далекий, а Бог, который вот он рядом. Точнее, не он рядом. Вера начинается, когда мы рядом с ним, а не просто он рядом с нами. Бог рядом с неверующими, а вот быть рядом с ним. И когда мы рядом с ним – это как в судебных сериалах, когда там взяли, и судья говорит, ну-ка, адвокат, прокурор, ко мне в кабинет. И они идут к нему, судья снимает мантию, угощает их чаем или чем покрепче. Вот так им и как Господь говорит, я пришел. Не он пришел, мы пришли. Пришли ко Христу. И с этого момента он уже не судья. Он просто уставшим голосом, потому что и распятие, и воскресенье – это не отдых, говорит нам, что он больше не судья. И это наше вдохновение, и это наша сила, то, что он не судья, а мы уже оправданы и уже отпущены жить сюда и нести вот это прощение, и вот это не судья дальше. Мы больше не судья, хотя должны бы и могли бы. Вот суть воскресенья. Встретил человека, помня, что он воскрес. Ну, как с воскресшими разговаривать? Аминь. Городцам, все от всея души и от всего помышления наши, Городцам. Городцам. Городцам.